Всем доброе утро, мои дорогие друзья. Всем хорошего, доброго дня. У нас вот такая погода. Плюс 38 показывает Пахава Дурму. Не знаю, сколько на самом деле. Так. Я вот встала, умылась. Лира такая ждала меня возле душевой комнаты. Я выхожу, и она сразу начала тут меня куда-то звать. Такая мяу-мяу. Я говорю, ну пошли, куда, пойдем. Сухой корм у нее был. Она, видимо, за ночь его съела. Вот. И вы знаете, она идет вперед меня, да? Я за ней мяу. Она оглядывается, правильно ли я иду за ней. Я говорю, ну давай, давай, веди меня. Довела она меня досюда. Да, я такая делаю вид, что якобы на балкон, да? Она остановилась, начала меня бодать. Еще надо. Еще надо. Давай. Сейчас я ей этот, потом сухой корм насыплю. Вот. Остановилась возле балкона, да? Думаю, куда же она меня дальше поведет. Туда она не пошла на балкон. Меня пободала, пободала. Я говорю, ну и что дальше куда? Развернулась. И пошла туда. Я за ней. Я иду. Я говорю, ну давай, дальше куда? На выход, наверное, да? Ну нет. Она остановилась вот здесь возле холодильника и смотрит на холодильник. Представляете, девчонки? Давай, говорит, кушать будем. Доставай, говорит, куриную грудку. О, умница какая. Ладно, пускай покушает, а потом остальное так. Что у нас? У нас же еще это попугайчики-то. Я же их еще не открыла. Давайте вместе откроем. Я сюда еще не заходила. Я встала и умываться пошла. Где мои соловьи-разбойники? Ать! Иннокеш. Иннокентий. Доброе утро, мои дорогие. Кларочка, девочка. Доброе утро, мои дорогие. Девчонки, вы мне пишете, да, что не позволяйте Кеше справлять свою любовь у меня на руке, да. Типа к самочке он потом пойдет. Пусть покричит, ничего страшного, потом к самочке. Девчонки, я все понимаю, да. Но ведь он у нас 4 года жил без самочки. Один. Да, мне вот там писали, что этот, ой, кто, как их там называют, ну, производители попуга, это как их там называют, что они как бы не рекомендуют, да. Девчонки, он же у меня жил 1-4 года. Конечно, он взрослый, уже зрелый парень. А если у него вот этот брачный период, что делать? Он бы, наверное, давно бы погиб. Я вот не знаю. Видите? А сейчас, я же говорила, что я читала информацию, что если у самца после трех лет его жизни с людьми, да, завести самочку, он не будет ее воспринимать как сородича. Я же, девчонки, говорила об этом, вы, наверное, внимательно не слушали. Я изучала информацию. Вы уж мне говорите, это пишите, что, Татьяна, информацию посмотри. Я посмотрела, изучала, девчонки. Вот. Если 3 года самец живет один, без самки, с людьми, он за своих сородичей уже принимает людей. Он уже принимает меня и Акана как за своего сородича. Понимаете? Вот в чем дело. Поздно мы купили эту Клару. Можно было бы ее уже не покупать для него как самочку. Просто сейчас как подружка. Как сестренка. Я не знаю там, как... Чтобы ему не было скучно. Вот в чем дело. 4 года он у нас. И у него... У них брачный период. Сколько раз в год-то бывает? Раза два, наверное, точно. А если он не будет... Ну, жду, как говорится, справлять. А что? Он, наверное, погиб. Вот в чем дело, девчонки. Ну, сейчас вы уж пишите, не разрешай больше. Ну, посмотрим. Разрешать не буду. Да? Посмотрим. Вот не разрешала. Я же говорила. Вот, девчонки, невнимательно слушайте опять. Я же говорила, что я не разрешала. Не это. Когда он хотел, я не разрешала. Я на бары. Я говорю, иди, у тебя там Клара есть. А он ведь и кричит, и кричит. Это сколько дней. Знаете, это вообще... Это из дома беди. Вот, ей-богу. Он, конечно, замолкает на какое-то время. Ну, не так надолго. Акан даже вот с работы, когда приходит этот, или вот с утра перед работой, он говорит, ой, я говорю, а я вот так целый день. Да? Он кричит и кричит. Вот в чем дело. Ну, ладно, попробую еще. Ну, сейчас, видите, он кричать, можно сказать, перестал. Да. Вот так вот. Что же теперь сделать? Животный мир такой. Так, я еще в этот не включила. Ноутбук. Так. Стиральную машину, хотел сказать. Господи, я еще в себя не пришла, девчонки. Шлейную машину я не убрала, потому что я показывала вам. Вот. Вот я все-таки не нашла ничего. Мне ничего не понравилось. И поэтому я срезала. И я делаю вставки уже из такого же материала. Ой, я подумала, у меня уже получится. Ну, по всей длине вот этой кофточки. Думаю, не хватит на две. Ой, хватило. Так что вот здесь уже я вот вчера похотела, сидела и так, и так. Все. Здесь я уже наживила. Ноживулькой. Здесь мне только останется прошить машинкой. И все. Я даже вот эти места вот так сделала. Видите? Ну, здесь немножко, конечно, с одной стороны отходит. Но это не так заметно. И это под подмышкой будет. Вот даже вот это. И у другой тоже так же. У другой тоже вот один край немножко уходит. Вот. Так что это уже все. Я примерила. Ой, мне так понравилось. Свободная красота. Вот. Так что мне это прошить на машинке. Прогладить. И зигзагом я там пройду. Ткань, конечно, не сыпется. Ну, я пройду зигзагом. Что я буду делать вниз? Низ я подгибать не буду. У меня есть косая бейка. Черного цвета. Я решила вниз сделать косую бейку. Видите? Здесь черная. Ну, по низу у меня, конечно, черная вот косая бейка. Она будет немножко пошире. И все. И как будто так задумано было. И у меня эта кофточка, пижама будет готова. Кстати, перед тем, как ее начинать разрезать, там это, я ее постирала. Девчонки, да. Я пижаму постирала. Ну, проверить, мало ли. А вдруг сядет. Нет, ничего не село. Все прекрасно. Так что сегодня, дай бог, я ее дошью. Мой завтрак готов. Всем приятного аппетита, кто в данный момент за столом. А, Иннокентий, ты что ли у нас такой, Паша? Всем привет, мои дорогие. Я тут достаю очки. Камеру еще не включили. Кеша такой, Кеша Паша. Деловой. Надеюсь, он не будет мешать нам общаться. Так, знаете, я так подумала. Тут у меня вопросы появились. Но, знаете, я не на все вопросы буду отвечать. Да, потому что на некоторые прям, не знаю, подольше, наверное, получится. Это, я оставлю один, вот один комментарий точно, вопрос вернее, я оставлю на другое видео. Будет тема для видео, пообщаемся еще, да. Вот. Ну, на него, я думаю, так этот, за две минуты не ответишь. Тем более, я если вам начну рассказывать, да, девчонки, кто знает все, как Татьяну понесет. Вот так. Засвистел опять? Вот так он свистит. Так. Ну, давайте вот на этот я отвечу тут. Я тут, конечно, ответила на него. Ну, мало ли, может, кому-то будет интересно. Тем более, у меня спрашивают рецепт хлеба вот это. Хашашлейк-мек я же делаю, да, смаковый хлеб. Вот у меня спрашивают. Татьяна, а где? Девчонки, на Дзене подборки на Ютубе, плейлисты. Там все есть. Мне написали, искала, искала, не нашла. Кто ищет, тот всегда найдет. Но я вам, я ссылку оставила там. Там на Ютубе есть «Я готовлю». Так, на Дзене тоже. Это есть, как я готовлю этот хашашлейк-мек, да, это маковый хлеб. Как свекровь готовит. Я снимала. На Дзене есть. Нет, девчонки, не могу точно сказать. Я не помню. На Ютубе есть. Но там в плейлисте «Готовит турецкая свекровь», что ли. Там не наготовим дома. Вот. Ну, там же много плейлистов. Кому интересно, зайдите в плейлисты. Там, что вам интересно, там, ткните пальцем. Найти можно. Вот я про это хочу сказать. Вот здесь написали Таня. «А муки сколько? Взвесь миску с тестом, отними воду, миску получится. Сколько ушло муки и на как? На глаз вопрос». Я, если честно, не совсем поняла этот вопрос. Но я вот тут просто ответила. Я для большого противня хлеба определилась, ну, мурмные муки и так далее. Вот. Это. Знаете, как я. Здесь это уже сколько муки надо на тесто, да. Ну, сколько теста надо на вот этот хашашлейк-мек, да. Девчонки, это уже по вашему желанию. Смотря какой вы возьмете противень в форму. Если вы хотите приготовить побольше этого хлеба, конечно, вам надо замесить побольше муки, тесто, да. Если у вас маленькое, то поменьше. Вот. И я уже для себя, знаете, вот у меня большой противень есть. Тихо. Вот сидите друг против... А, это Клара уже. Клара что-то тут это. Накишу. Да. Клар, а ты что? Жалуешься, что ли, на Иннокентия? Друг против друга сидят такие. Клара что-то ему тут высказывает. Ага. Вот это большой противень. Это у меня вот от новой духовки. От старой духовки, да, этого, которая была. Кто помнит, которую Лира разбила. Противень есть, но он немножко поменьше. Я уж как, если готовлю... Готовить так надо сразу побольше. Вот. Такой хлеб на раз не готовится, да. Я для себя уже норму все нашла, определила норму. Я делаю тесто... Вот я же пеку хлеб обычный, да. Вот этот белый обычный хлеб же пеку. Кто давно смотрит, опять же говорю, они знают. Рецепт у меня этого хлеба тоже есть, девчонки, на канале. Есть в плейлисте там, посмотрите. Вот, я определилась. На мой большой противень три, так, три нормы я делаю тесто муки, да. Ну вот замешиваю. Если на одна норма на хлеб 350 грамм муки, 5 грамм дрожжей, там ложка сахара, ложка соли, 30 грамм масла, да. Вот одна норма на одну маленькую булочку. Я делаю на большой противень кеш. Ну хватит, а, кеш. Вот, девчонки, вот, наверное, не дадут. Вот, я на один большой противень делаю три нормы этого хлеба. Это уже получается у меня кило 50 грамм муки, уже 15 грамм дрожжей. Вот, я вот столько муки замешиваю, и у меня как раз получается на большой противень. Первый-то раз я вроде бы так сделаю, большой противень беру, там у меня наполовину, там или чуть-чуть не хватает. А это я уже определилась. Так что, я вот что хочу сказать, я уж там растягиваюсь, и вот на этих, этот, отвлекаюсь, да. Это то, что сколько муки, что это уже по вашему усмотрению. Какую форму вы возьмёте, да. Так, что я, я хотела вот на какой вопрос ответить. Татьяна, скажите, на улицах вашего города вы чем-то отличаетесь от турецких женщин? Например, одеждой, внешностью. Когда вы разговариваете на русском, туркам понятно, что вы иностранка. А есть ещё в чем-то отличие? Ой, вы знаете, я не знаю. Это, это со стороны надо видеть на этот, меня, да. Но, может быть, отличие в чём-то есть, наверное, да. В одежде, ну, не знаю, я же одежду здесь в Турции покупаю. Так что в одежде, я думаю, нет. Нет, в одежде нет, наверное. Потому что, ну, как одежда, одежда, я же здесь это всё покупаю, да. А вот, внешность, ну, у меня, видите, тоже какая-то немножко такая восточная внешность, да. А когда я разговариваю на русском, ну, если кто-то из турок знает русский язык, да, он может понять. А так нет, нет. И, ну, а то, что я иностранка, да, конечно, сразу. У меня Акана за иностранца принимают, девчонки. Мы же с ним разговариваем на русском языке, да. Иногда там вот зайдём, это в какой-нибудь частный магазинчик там, и Акан уже что-нибудь, Акан там, этот, чуть ли не по пальцам уже старается ему там что-то объяснять, да. Акан уже говорит, я же турок. Да, ой, там этот, сразу такие, вот. Да, конечно, они понимают. Иногда там спрашивают у Акана там, а вы на каком языке разговариваете. Кеша, на каком языке разговаривает Абла, там это, да, этот. Вот, иногда со мной на английском начинает кто-то, вот, особенно детишки думают, что это английский язык, я на английском. Вот, девчонки, сейчас вы послушайте, как он свистит, но это ещё мелочи, да, как он кричит, Иннокентий имею в виду. Вот, так, конечно, а, а я не знаю, в чём отличие. Может, в поведении отличие, да, конечно, если там в поведении, там, в разговоре, например, мы что-то покупаем. Вот когда Акан мы покупали рубашку и брюки на работу, да, ну, там, конечно, я тоже говорю на турецком, как умею, да, меня понимают. Естественно, они понимают, что я иностранка, я акцент и всё, да. И частенько Акану говорят, у вас такая интересная жена, да, а я ещё Акану говорю, я говорю, а в чём мне интересно это-это? Ну, потому что я веду себя не как турчанка, понимаете, девчонки. Вот, я даже объяснить даже вот не могу. Ну, наверное, турчанки более сдержанные, там, я не знаю. Знаете, я даже, я не могу даже объяснить, какие они все турчанки, они же тоже все разные. Кеш, пожалуйста, если бы я знала, я бы тебя в подъезд вынесла. Шучу, девчонки, не в подъезд, так уж. Иногда я ему говорю, когда он так свистит, я говорю, слушай, ты не хочешь полетать на просторах, на воле, ну, и шучу, конечно. Потому что на мозге так капает вот этот свист бесперестанный, да. Вот, я про турчанок тоже не могу сказать. Конечно, там иногда я видео тоже вижу, там девчонки, там турчанки такие. Девчонки, они тоже все разные. Турчанки тоже все разные. Не знаю, что турчанка вся такая, высокомерный, там и всё, и всё. Нет, конечно, а что среди нашего братца, среди наших русских, там, этот, украинок, там, казашек, там, ещё там, это, узбечек, там, высокомерных нету, что ли, как-то. Да везде навалом их хватает. Поэтому девчонки-турчанки тоже, они все разные, да. Не знаю, чем, вот, наверное, поведением своим, наверное, как-то вот это, да. Вот турчанки, возможно, более сдержанно себя ведут. А это там увидишь, там, ах, там, восторг, там, ну, как уж это, да, там, 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 говорит, да. Вот. Мы, наверное, как бы больше показываем свои эмоции, что ли, не могу даже сказать вот чем. А так, наверное, да, видят уж, что я иностранка. Всё равно у нас городок-то маленький, всё равно уж этот, да. Может, на турчанку уже я похожа. Может, если пока я рот не открою, не заговорю и не поймут, что я там, ебанджей, да, иностранка, не знаю. Ну, если бы я была, конечно, такой прям в славянской внешности, да, наверное, бы сразу бы в глаза бросилась, да. Но я ещё хочу что сказать, что некоторые турчанки, есть такие турчанки, которые похожи на славянок тоже. Так что они не все такие прям смуглые, там, черноглазые, чернобровые, там, черноволосые. Нет. Вот такой даже тоже есть. Это похоже немножко как бы на славянок даже. Вот я хочу сказать, вот у нас эта заловка, да, ну, ладно, волосы там, я не знаю, какие у неё свои волосы, она их осветляет, да. Ну, она абсолютно белокожая, белокожая, свекровь у меня тоже белокожая, она не смуглая, белокожая. Так что вот как-то так, девчоночки мои. Татьяна это мне задала, это я на дзене, на дзене я могу, это имя видно. Юзер, музер, это на ютубе, вот. Это надо у турок, наверное, спросить, они меня как бы увидели, понимают. Вот я одна, например, иду, да. Видно, что я ебанжей или нет. Ну, надеюсь, я ответила на ваш вопрос, Татьяна. Так, и вот тоже у меня Татьяна задала вопрос, да. Сейчас, сейчас, сейчас я его найду. Про витамины. Татьяна, это уже в другом видео, ладно, потому что немножко уж поговорить охота на эту тему. Это, это, это может быть, завтра я сниму это видео, посмотрим, да. И тут вот тоже тут спрашивают, как вы познакомились. Девчонки, все есть. На дзене подборки на ютубе в плейлисте. На ютубе вообще под каждым у меня в описании под видео есть ссылки о нашем знакомстве на ютубе. В этом нету, на дзене. Там места не хватает. Там определенное количество вот этих букв можно, да. Но в подборках есть наше знакомство. Так, вроде бы на дзене все. А тут вот про пижаму еще вот этот, что вам понравилось. Нормально сидит и длина. Не, мне длина не понравилась длинная. Я уже, я уже обрезала. Вот сегодня, дай бог, я ее этот, дошью. Конечно, у меня не горит, я могу и завтра там, ну посмотрим, как получится. Так, и вот здесь у меня вопросы. Это я уже на ютуб выхожу. Таня, во втором видео уже у тебя лицо белое, как маска гипсовая. Это так на камеру показывает? Или ты отбелила лицо? Это, наверное, так на камеру, знаете. Смотря, как свет падает на камеру, да. Я лицо ничем не отбеливаю. Я просто смотрю иногда, когда редактирую видео, думаю, ой, что-то, это на мой взгляд, темно, что ли, как-то показывает. Я могу как бы света прибавить. Но свет, если я свет прибавляю, там не только у меня лицо. Там уже полно, все видео становится светлее. Да, а лицо нет. Ну вот сейчас не гипсовое, наверное. Сейчас-то нет. Вот, это вы знаете, это как свет падает на камеру. Да. Не знаю. Я вот даже, знаете, когда вот это редактирую, да, видео там, например. Видео, когда мы пошли там, поехали в Богород, да. Вот из подъезда вышли, я там сразу камеру там включаю. С вами здороваюсь, да. При редактировании я смотрю, вроде бы такое лицо, как это все, да. Там пару метров прошла, угол света, солнце там по-другому. Там деревья уже-то все. Лицо уже там другое. Там уже этот. А если свет плохой, у тебя лицо вообще все сморщенное, как, знаете, как, это, как моченое яблоко. Вот. Что значит свет? Свет может улучшить твое там лицо, там твою кожу, я не знаю. Этот же свет может тебя полностью обезобразить. Вот. А я не умею это все оставить, да. Это, это, это не то, что камера. Это как на камеру падает свет. Вот так и показывает она. Ну, здесь, я уже здесь гунишлик открыла, закрыто было, открыла, потому что солнце отошло туда. И вот это, как бы здесь это. Даже я не могу сказать, что полумрак. Ну, и не яркий свет, потому что солнца нету. А если я вот так повернусь, так поближе, вот так поближе, у меня лицо уже белее, да. Я уже как бы поближе вот к камере, да. А что у меня тут, вот я здесь что-то увидела, что-то черное. Вот так, да. Уже лицо другое. Я ставлю сюда, да, как будто темнее, что ли. Не знаю, не знаю. Ну, вот. Нет, я не обеливаю лицо. Вы знаете даже, вот сейчас этот. Ой, когда я жила в России, ой, это сто лет назад было. Это, я не знаю, мне там 30, что ли, лет было. 30. С небольшим хвостиком. Короче, мы в деревню пошли в баню. Сестра приезжала. Мы в деревню пошли в баню. Ладно, там в бане искупались, все. И, короче, мы домой. И на улице нас щелкнули. И когда уже фотографии-то готовы были, это фотографии, да, я смотрю, у меня сестра стоит с нормальным лицом. Ну, как после бани, да, там это розовенькое вся такая, да. И я стою. Как будто бы намазали мое лицо белелой. Да. Вот это было так интересно. Главное дело, я еще губы накрасила, да, красная помада у меня, да. И лицо белое, белое, знаете. Вот как будто белым мелом меня намазали, да. И сестра стоит с нормальным лицом. Вот как, что это было, что это такое, не знаю. Так что, да, это и камера, и как падает свет на камеру. Это тоже очень много влияет на это. Так, что тут еще? Тут еще какой-то был. Угу, так. Тут еще вот. А, зачем вода в ведрах стоит? Я не огородник и не знаю все хитрости огорода о ведрах вода. Ну, просто мало ли, там у нас еще, чтобы поливать одним словом. Да, она там стоит. Бывает еще такое, что вдруг нехватка воды будет, или напор маленький, или что. Мы уже поливаем ведрами. Вот. И пластиковые ведра, они на солнце быстро придут в негодность. А так, вроде бы, с водой стоят, им ничего не будет. Я этого не знала. Видите, канистры у нас были, вот только мы когда огородами занимались. То есть, канистры стояли пустые, я не думаю, и они у нас, можно сказать, рассыпались. А если бы я с водой оставляла, они бы, наверное, еще какое-то время у нас послужили. Сначала мы канистрами же поливали огород, вроде бы вода была там. А потом только что и оставишь то, что, и так постепенно они рассыпались. Чтобы поливать огород. Так, и тут еще. Ага. Это уже напоследок. Ну-ка, я сейчас обновлю. Может, еще вопрос какой-нибудь появился. Вон, я уже смотрю, сколько я уже наболтала с вами. Тут и на Кешу отвлекалась. Так, ну все, больше здесь нет. Вот этот последний вопрос я отвечу. Так, Татьяна, расскажите, когда и как вы начали говорить милый мужу? Так, это буквально в двух словах я вам могу ответить, когда. Я его начала называть милый, когда мы с ним еще общались по интернету. Так что это не тогда, когда вот я переехала жить в Турцию, и тут у меня пошло милый. Нет. Мы с ним когда общались, вот знакомство, а в знакомстве у меня видео уже есть, вот, мы когда с ним общались там, и когда у нас уже наше общение перешло на более такой другой уровень общения нашего, да, ну когда-то, вот как-то тогда, наверное, у меня автоматом стала я называть его милым. Ну, это так не специально там сидела, думала, думала, как мне его назвать милым, или любимым, или дорогим, там, нет, это у меня как-то само произвольно. Ну, вот так у меня душа захотела, наверное, все. Так что, когда мы еще общались с ними там, он у меня уже был милый. Я оттуда, я когда приехала сюда, конечно, он у меня уже был милый, да, мы еще с ним женаты не были. А вот люди называют Ашкен, по-турецки, Кеш, свистуна, зарплата 32-го. Раньше так говорили, кто помнит, даже Кеша засмеялся. Вот, здесь в Турции говорят Ашкен, Ашкен, милый тоже, любимый можно, да. Я, конечно, мужу тоже говорю иногда Ашкен, вылетать, но я это слово не очень так люблю. Да, есть девчонки называют это так. Зачем? Ну, просто мне не нравится Кеш. Это так вот, на постоянной основе называть Ашкен. Тем более, я его уже называю милым, девчонки, уже, это, повторяюсь, со времен нашего знакомства. Ашкен иногда тоже вылетает, да, бывает Ашкен тоже, но в основном милый. Милый, а уже вне камеры, конечно, у нас есть еще слова, как мы называем друг друга, как меня муж называет, как я его называю. Ну, это уже как бы для нас, мы так это называем, да. Ну, можем где-нибудь там у родителей тоже, родители уже не понимают русского языка. Вот, а, ну, на камеру лет, на камеру. А в основном, постоянно, конечно, это у меня милый, да. Вот, надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Ну, а сейчас, дорогие мои, на этой ноте я буду с вами прощаться. Татьяна, на ваш вопрос я обязательно отвечу, обязательно отвечу, да. Не думайте, что я там это забуду, нет, я отвечу обязательно. Дорогие мои, всем огромное спасибо, кто провел это время вместе со мной. Я вас всех целую и обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok